Президент Армении интересное заявление сделал сегодня, что Ереван ждал от России и ОДКБ военной помощи после вторжения Азербайджана в сентябре на территорию Армению. Но в такой атмосфере-то как-то наивно уже звучат такие заявления, не так ли? — Ну, в общем, конечно, наивно, но по существу он прав, понимаете. Армения ждала помощи, но ОДКБ же не обязательно было, собственно говоря, начинать все с военной операции против Азербайджана. А ОДКБ мог принять какое-то заявление. — Я говорю о том, что зачем сейчас напомнить об этом? Ведь все понятно уже, нет? Что к чему? — Нет, но об этом надо напоминать, потому что вот эти события, которые имеют отрицательный характер для российско-армянских отношений, эти события, они множатся. То есть тогда они помогли, так сказать, вот сейчас с Лачинским коридором то же самое происходит, никаких оценок не дается, понимаете. — Это в конце концов должно прекратиться. И армянская сторона правильно делает, что на этом акцентирует. Внимание. А что же им остается делать? Что Пашиняна остается делать? Просто молча соглашаться с блокадой? — Ну, это, я считаю, неправильно. А, так сказать, выставлять Алиева как друга России, когда он фактически подыгрывает Западу и устроил эту блокаду специально для того, чтобы осложнить положение России? — Ведь это же очевидно. Но на это никто не обращает внимания. Ну, у нас, в России. Все об этом забывают, что Алиев фактически действует в интересах Лондона и Вашингтона, создав вот этот кризис. Конечно, он и в своих интересах тоже действует. Но объективно он им подыгрывает. А наш МИД, вот он парализован. Они, наверное, думают, может быть, что если вот они ничего не будут говорить, то все как-то само собой разрулится. Но такого не бывает. То есть будет только хуже. Увидев, что Россия ничего не делает, Азербайджан будет и дальнейшие шаги предпринимать. И, в конце концов, это приведет к кризису. — Вам, наверное, уже известно, Михаил Владимирович, что Евросоюз отправит в Армению новую миссию. На этот раз на два года. По-моему, 200 наблюдателей будут отправлены в Армению. — Наверное, на такое решение Евросоюз пошел из-за коридорного кризиса. Как вы думаете? — Ну, я думаю, значит, это тоже игра на этот раз Евросоюза, который хочет продемонстрировать, что он большой друг Армении и оказывать ей помощь. — И одновременно получать газ от Азербайджана. — Газ, нефть из Азербайджана. Ну ладно, но пригрозили бы Алиеву санкции. — Ну что вы миссию 200 человек направляете? Зачем это нужно? — Ну, вы же прекрасно знаете, кто заблокировал Лачинский коридор. — Ну, введите вы санкции или пригрозите Алиеву санкции? — И он сразу же выведет этих экологов. — Нет, они вот прислали миссию. Это совершенно бессмысленное занятие. — Ну что, будет эта миссия ходить, будет что-то говорить. Мы видели десятки таких миссий в разных концах мира. Когда Западу невыгодно, все эти миссии ничего существенного и принципиального не говорят. Достаточно вспомнить вот 8 лет обстрелов Донбасса со стороны киевского режима. Эти ОБСЕ ничего не сделало для помощи. Ну и Евросоюз ничего не сделал. — Еще одна новость. Спецпредседатель Генсека НАТО по Южному Кавказу на этой неделе посетит Армению и Азербайджан. Вы как думаете, это тоже связано с коридорной логикой? — Ну, это не только коридорная логика, это общая логика. Я думаю, они приедут с целью оценки ситуации, с тем, чтобы потом понять, какие дальнейшие шаги предпринять для того, чтобы вызвать эскалацию конфликтов. — Вот именно. От кого ожидать сейчас конкретных шагов? — Разблокирование Лачинского коридора. — Ну, реально разблокировать Лачинский коридор может только Россия, если захочет. Ну, пока я говорю, пока проазербайджанское лобби активно действует в Москве, ну, это очень сложно осуществить. Понимаете? Ну, и то, что Армения должна активно работать в Москве и доказывать, что, в общем-то, нынешняя политика, она ведет к развалу фактически союзнических отношений и подталкивает Армению к выходу из ОДКБ. Вот. И мне кажется, это вот линия нынешнего армянского руководства направлена. То есть надо... В Москве есть все-таки разумные люди, которые понимают, что нельзя доводить до разрыва российско-армянских отношений. Потому что когда Азербайджан получит все, Армению прижмут, разделят ее на части, тогда, в общем, заинтересованность в каких-то отношениях с Россией у Азербайджана вообще исчезнет. И у Турции тоже. Они создадут коридор к Каспию, НАТО выйдет к Каспию, они блокируют Иран и отрежут его от России. То есть вот это очень серьезные последствия этого, если Москва сдаст, так сказать, Армению. Но, к сожалению, армянская дипломатия в Москве недостаточно активно действует. То есть вот азербайджанцев видно. Когда я вот дал интервью вашей телепрограмме, так вся азербайджанская диаспора вой подняла, чтобы меня уволили. А посольство в Москве как-то никак не отреагировало. А надо бы наоборот, чтобы посольство тоже активно... Вы правы, к сожалению, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин